Продолжение нашего разговора. Продолжение нашего вчерашнего разговора. Разве что сказать? Виктор Иванович, я прошу прощения. Я ими слаболумный какой-то. Это вчера разговор был при Вас. Вам вчера в колесе было сказано. Смотри на, ты не изменишь. Это достаточно жесткий человек, который уже не изменится. По-другому ты работать не будешь. Это уже другая работа. Мы бы там прекрасно все понимали. Конец нашего разговора. Вы не помните? Я помню, о чем мы говорили. Я Вам сказал, с утра мне прийти доложить. Ваше решение. Вы хотите принять целое заявление, а вольнее? Я Вам предлагаю это сделать. Я не хочу принять целое заявление. Вы понимаете последствия? А дальше чем это Ваша прокуратура? И Игорь, а как я всем перейду? Последствия какие? Я спросила, последствия какие? Вы молчите, поэтому я и спрашиваю. Что будет выбором? Вот сейчас, сейчас в итоге проверки, Вам будет второе заявление. Проверки какой? Проверки дел, да. Первый класс, который я провожу, который я отрядно провожу. Вы не понимаете? Я понимаю, напротив. Все есть одно взыскание. Вот есть одно взыскание. Сейчас будет второе. Вы не сомневаетесь, что я Вам найду третье взыскание? Нет, не сомневаюсь. И все. И Вы уйдете по статьям. Вы мне, как работник такой, нет. Вы меня не уважаете, как человек. Вы меня игнорируете, как начальник. Я не палач и не надсмотрщик за Вами. Понимаете? Да. Вот я Вам сейчас просто цитирую Ваши нарушения, за которые Вы исключительно вынесете ответственность. Вы больше ничем не занимаетесь. Только этим. Дела о нарушении физических лиц. В деле номер 16. Вместо оригинала квитанции, доклад и штрафы, копия. В деле номер 19. Вместо оригинала квитанции, копия. В деле 27. Вместо оригинала, копия. 39, то же самое. 44, то же самое. Более того, в 27-м деле вообще даже не копия квитанции, а просто заполненный бланк без отметки кассира об оплате. Как Вы можете объяснить вам? Ну, я объясню, что не могу, потому что мне надо поднять дело и посмотреть. То есть, так же это вам сказать, я, конечно, не могу. Поясни. Я просто говорил. Я просто говорю. Почему в деле вместо оригинала, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, в шести делах лежат копии. Не в одном деле, а в шести делах. В делах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пока я фельдико не считаю. Штраф не оплачен, письмо в адрес не направлено. А дело номер 56, дело номер 65, дело номер 65. Ну, это, наверное, это, этого года дела. Я так понимаю, наверное, там срок 15 дней не истек, поэтому я не направила. Я номер 56, срок не истек. Ну, Айтишич, мне надо поднять дело и посмотреть. Я так не могу вам сказать. Да, вы можете смотреть. Когда я напишу служебную записку, вы будете действительно написать. Конечно. Я вам говорю, что по итогам этого будет вам выживать. Уже. Хорошо. Вот. И будет третье взыскание, я найду вам его. И уйдете вы отсюда по статье. Вы не угрожаете. Анастасия Александрович, кто вы такая, чтобы я вам угрожал? Ну, кто такая? Чтобы я вам угрожал? Нет, ну, вы говорите у меня о том, что я уберу по статье. Я вам говорю то, что будет. Пусть, я так понимаю, это будет преднамеренно. А как? Нет. Это будет выполнение моих служебных обязанностей. Вот как я делал. Каждую неделю проверял дела. И уговаривал вас. Уговаривал своими служебными записками исправить. Вам, извините за грубой, до полды все. Вот в каждой из моей служебных записки вам было написано. Пожалуйста, Анастасия Александровна, выделите в тексте постановление, за что человек наказывается, его фамилия и имя, отчество. Вы выделяете себя. Глобо, вот вы себя выделяете за то, что человек наказывается. Вы даже не читаете то, что я на вас пишу. Написал. Исправить то-то, то-то. Да балды все абсолютно. А вы говорите, что я к вам придираюсь, я к вам угрожаю. Я выполняю свои служебные обязанности. Анастасия Александрович, служебные записки писала вам, как вы не рекомендовали письма об устранении своих замечаний. Вы устранили хоть что-то? Конечно, устранили. Конечно. Мы с этим будем разбираться, как вы это устранили. Потом. Вот вы сейчас вспомните свои должностные инструкции. Что вы должны делать? Кроме как выписывать штрафы. Вспомните что-нибудь из должностных инструкций. Анастасия Александрович, вы мне такие вопросы говорите. Вот я должна наизусть знать свой должностный инструкций. Все наряда. Это ваша обязанность. Вы не знаете об этом? Я знаю об этом. Ну так а что вы мне эти вопросы задаете? Я должна знать свой должностный инструкций. Нет, наизусть вы говорите. Вы должны хотя бы знать. Так вот. Вы вспомните что-нибудь. А что от меня, Алексей Викторович, требуется? Я все выполняю. На протяжении полтора года я выполнялась вам, и у вас ко мне не было никаких существенных замечаний. Какие были замечания, мы устранялись в ходе работы. Сейчас, после выхода с отпуска, вы говорите о том, что вот все на протяжении стольких времени все было неправильно. Вы мне еще раз сказали, что вы знаете и знаете об отчете, который я готовил. Вот посмотрите. Это вы готовили отчет. А вы о нем даже не помните. А я вас просил выйти на работу, потому что я ходил по судам, потому что я вел административное производство, потому что я готовил отчеты. Потому что кроме этого я каждый день даю ответы на письма и делаю юридические заключения. Вы из этого списка хоть что-нибудь за полтора года сделали, кроме как вести дела. Что вы сделали? Вы скажите мне, пожалуйста. Я люблю новый человек. Вот придет декунок, кто будет за это? Какой декунок придет? Вот какой придет, который украл молодец. Он просто не придет. Нет, нет, не декунок. Какой человек меня штрафовывает? Придет курирующий прокурор, кто за это нас будет встречать? Квитанция об оплате штрафов. Копии. Это не документ. Вот. Столько денег у нас оплаты штрафов нет. А это где-то предусмотрено, что должно быть оригинал дела в оригинал квитанции? Как ты будешь доказывать прокурору? О чем? В любом материале дела лежат документы оригинала. Оригинал. Нет, я это понимаю. Вы это говорили. Но где-то написано, в каком кодексе, в каком законе, что необходимо, чтобы был оригинал квитанции. Анастасия Александровна, вы не понимаете? Я понимаю. Я вас спрашиваю как у начальника, как у руководителя. Я вам отвечаю. Вы должны выполнять то, что вам говорят. У вас в одном деле оригинал квитанции, в другом лежит кофе квитанции. Ну, вы сейчас мне сказали, завтра вы откажете. Если все кто скажет, что вы не говорили. Я просто спрашиваю, где, откуда я могу, где написано оригинал? Вы посмотрите на меня. А? Мне в лицо заявляется, где это написано, что я должна писать заявление об уходе. Потом от своих слов отказываюсь. Он найдет где написано. Я найду все. Все найду. Как вы говорите, я не готов вам сейчас ответить. Я найду все. Понимаете? Вы отсюда с треском улетите. И вы после этого мне еще говорите, что я вам угрожаю. Я вам не угрожаю. Я не говорю, что вы не угрожаете. Я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю, вы мне угрожаете Алексей Викторович? Я не говорю, что вы мне угрожаете. Я вас спрашиваю. Вы будете писать заявление? Нет? Если мне скажет Игорь Валерьевич, я напишу заявление. Вам скажет Игорь Валерьевич. Хорошо. Вам скажет Игорь Валерьевич. Я вам говорю. Если вы не напишете заявление, вы отсюда вылетитесь. Редко. Такая, как вы, мне здесь не нужна. Вы не подчиненная и не помощница. Вы сидите сторонним наблюдателем. Понимаете? Еще пытаетесь вот здесь оправдать себя каким-то образом. Вы просто наплевали на меня. Я к вам с просьбой обратился прийти и помочь. Вы явились, пускай не тридцатого. Тридцать первого вы приехали сюда. Как папа говорил. Там, допустим. Или первого. Но вы не первого, не второго, не третьего, не четвертого, не пятого. Даже не удосужились телефонный звонок мне сделать. Вы считаете это нормально? Я не считаю, что я сделала что-то ненормальное. Ну, там-то и проблемы. Вы не считаете этого. Вы воспользовались своим правом отпуска. Это ваше право. Скажите, пожалуйста, Анастасия Александровна, за полтора года здесь работаю. У вас не возникала мысль? Вы получаете... У вас от вас 800 гривен, вы получаете полторы тысячи. У вас не возникла, откуда вам доплачивают половину? За что? Понятно, что у нас за тебя это не деньги, но у него... За что вам доплачивают половину? Скажите, пожалуйста. Запросила эти деньги? Ну что, не, Юстория Валерьевна уплачивает эти деньги. Не, ну это вообще уже. Не, ну Алексей Викторович, на что вы сейчас говорите? Это... Почему у нее уплачивают больше денег? Как я должна пояснить? Ну как я должна пояснить? Ты не можешь ходить на работу за тебе 150 рублей. Ну не можно ходить на работу за тебя. Ты должен купить хотя бы больше. Вот, я понимаю. Человеческий, да? А ты знаешь, что это человек? Я не считаю, что... Я не считаю, что... Я считаю, что это ваше личностное ко мне сейчас отношение. Вы серьезно? Да. Вы меня просто... Я не хочу матерных слов применять. Вы меня просто проигнорировали как начальника своего. Понимаете? Проигнорировали как своего начальника. Я очень обижен на вас. Я тогда в декабре месяце сказал мне это. Вам наплевать на мою обиду. Вы считаете, что вы действуете в рамках закона. Так вот, я буду действовать в рамках закона. И никакой Игорь Валерьевич вам никаких указаний давать не будет. Я вам еще раз говорю. Вы отсюда идете по статье. Все. Всего доброго.